Одна волна расширения прошла, расширение БРИКС. И, конечно, не случайно здесь у коллег прозвучали вопросы, а вот что мы делаем для того, чтобы адаптировать новых членов организации к совместной работе. Это тоже требует определённого времени. Несмотря на то, что мы долго друг с другом работали, взаимодействовали, но, тем не менее, всё равно в рамках единой организации нужно поработать. Я уже сказал, интерес к работе БРИКС и к участию в работе растёт. 30 государств заявили о своём желании работать с БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами, я буду говорить об этом, с нашими друзьями в Казани, с лидерами стран БРИКС, вырабатываем такую категорию, как страны-партнёры БРИКС. И первым шагом будем выстраивать эту работу. Для нас, для России, это, прежде всего, страны СНГ, страны Евразийского экономического союза, но из других регионов мы тоже с удовольствием будем приглашать и с этими странами работать. Величивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому руководствуясь этими соображениями и будем действовать. Мы знаем, что проблема еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом. И если хорошее отношение экономик этих стран будет устойчивой, стабильной, налаженной со странами БРИКС, ну что же, это пойдёт им только на пользу. Но в Соединённых Штатах, да, у них в этом году будет, судя по всему, приличный рост, свыше 3%. Они скакнули после пандемии так прилично, на 5,7% экономика выросла в США, потом припали до 2,5%. Но в этом году будет чуть побольше, будет до 3 с лишним. Но всё равно проблем полно там, да. Значит, внешнеторговый дефицит, по-моему, свыше 700 миллиардов долларов, 718 миллиардов. Дефицит бюджета 1,8 миллиарда, триллиона. Так, и долг государственный – 34,8 триллиона долларов. То есть проблем у таких крупных ведущих экономик очень много. А нормальные взаимоотношения со странами БРИКС, а мы открыты для этих нормальных отношений, будут, на мой взгляд, благотворно сказываться и на мировой экономике в целом. Международный уголовный суд не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признаёт. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признаёт. Китай не признаёт. Да, Турция, да. Вот поэтому то, что такая организация существует, по сути, да, вот если такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла такой универсальный характер. Это первое. Второе. Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и всё, и юрисдикция международного уголовного суда будет ограничена. Если мы, а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надёжные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счёту, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и всё, и дело с концом. Теперь по поводу независимости. Ну, мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но, тем не менее, мы знаем, что Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединённых Штатов цыкнули, цык, и он заткнулся. И где это всё? Поэтому уважение к такой организации, которая, а, не носит универсального характера, и, б, не является самостоятельной, оно, к сожалению, небольшое, на низком профиле находится. Ну, и, наконец, самое главное. Ну, во-первых, вы знаете, у нас непростая ситуация. Украинский кризис ещё далеко не закончился, да? А, во-вторых, и самое главное. Мы понимаем, что, в принципе, «двадцатка» – это хороший форум. Он полезный в целом. Если его, конечно, не политизировать, если дальше не будут политизировать, там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался, как чистая экономическая платформа. Вот так вот, если это будет развиваться, именно в таком ключе, это будет полезно. Вот. Ну, вот мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулы прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я там специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там, даже если исключить этот самый, исключить этот мусс, ну, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвём работу «двадцатки». Зачем? До того, как кризис перешёл в горячую фазу. Они уже тогда, до этого, заявляли о том, что… Ну, заявляли так относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там, англичане или кто там ещё подбросит. Это сложно скрыть. Мы… Вот это же и фонд соответствующий, действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно, как шило в мешке. Невозможно утаить. И мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении.